На ваших экранах фрагмент сюжета 2010 года. Тогда после трагедии в Пермском клубе «Хромая лошадь» по всей России начались массовые проверки увеселительных заведений и дворцов культуры. Под раздачу попал и Барнаульский Сибанаргамаш. На время его закрыли, комиссия выявила более 20 нарушений правил пожарной безопасности. Все недочеты на тот момент устранили, но с годами появились новые, на десяток больше. На путях эвакуации имелась торговля. Собственник здания не устранил данные нарушения. В ноябре 2018 года было проведено контрольное мероприятие. Были выявлены нарушения касаемо данного пункта. В связи с чем в декабре 2018 года было направлено соответствующее исковое заявление в суд. Только вот для представителя собственника это стало большой неожиданностью. По словам Вячеслава Тугулукова, для исправления недочетов еще достаточно времени. Официально это значится в предписании до 1 апреля. К чему такая спешка, он не знает. Из 8 пунктов у нас осталось, не выполнено всего, по-моему, там 2 пункта, но они у нас в работе. Нашу съемочную группу в здании дворца культуры, хотя культурным это заведение назвать сложно, как будто ждали. От шубных ярмарок и всевозможных торговых ларьков ни следа. Но вы убрали, да, торговые площади? У нас нет торговли. У нас есть выставочная площадь. Ну, как те же самые же выставки у нас проходят в других дворцах. Они приехали 2 дня. Временные, да? Да, 2 дня постояли. А стационарной торговли здесь нет? Нет, стационарной торговли нет. К выходам для эвакуации пройти можно, вот только поддаются двери не всем, говорят, замерзли. Что же касается противопожарной сигнализации, то ее привели в соответствие. Гидранты в рабочем состоянии, огнетушителей достаточно. На устранение всех выявленных еще в прошлом году недочетов потребовались большие деньги, уверяет Вячеслав Тугулуков. И это при том, что прибыли ДК Сибынаргамаш совсем не приносит. Сам объект по себе, он очень убыточный. Вся арендная плата, которую собираем здесь, ну ее даже не хватает, чтобы оплатить коммунальные платежи. Все творческие коллективы нам аренды там приносят 100 тысяч рублей, а одно отопление стоит 460. На сегодняшний день в ДК Сибынаргамаш помещение арендует 23 организации. И здесь же занимаются 5 творческих и спортивных коллективов. На всякие пожарные никто вещи не собирает. А между тем уже 17 января железнодорожный районный суд города рассмотрит требования прокуратуры о закрытии этого здания. После первого судебного заседания назначат контрольную проверку. По ее результатам и будет принято решение о дальнейшей судьбе Сибынаргамаш. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.